Срочные новости приходят из Берлина. Кризис в Донбассе. Обсудили главы Германии, Франции и Украины. Об итогах переговоров расскажет наш специальный корреспондент Иван Благой. Он выходит на прямую связь. Иван, пожалуйста, что стало известно к этой минуте? Да, добрый вечер. Встреча завершилась, она продолжалась более часа. После нее к журналистам вышли три лидера. Лидеры Германии, Франции и Украины. И рассказали, о чем, собственно, они говорили друг с другом в День независимости Украины. А говорили они вот о чем. Об изменениях в Конституции, обещанных реформах, торговле с Россией. В Германии, например, много разговоров идет о давлении на Киев в вопросе принятия поправок в Конституцию. Что предусмотрено минскими договоренностями. Ну и, конечно же, говорили о нестабильной обстановке на юго-востоке Украины. А о Минске и о нормандском формате отдельно высказались все три лидера. И Франсуа Оланд, и Петр Порошенко, и Ангела Меркель. Причем заявления были буквально, что называется, под копирку. Эта встреча не является попыткой изменить нормандский формат с участием российского президента. Я предлагаю послушать, что было сказано. Мы еще в Минске согласились, что будет использоваться именно этот формат. Нет никакой необходимости создавать новые форматы. Мы обсудили целый ряд других вопросов, которые пробуксовывают, либо идут тяжело. Это гуманитарная помощь, обмен пленными. Здесь мы собрались, чтобы укрепить минские договоренности, а не поставить их под вопрос. Франция и Германия на протяжении месяцев искали лучший способ ведения диалога для разрешения украинского кризиса. Для нас есть сегодня только одно правило. Это полное уважение Минских соглашений. И канцлер Германии, и президент Франции были очень аккуратны в оценках. Они говорили об установлении реально действующего режима прекращения огня. Говорили о том, что он нарушается, в частности канцлер Ангела Меркель. Это отметила, правда не отметила, по чьей вине. Вообще немецкая пресса сейчас пишет, что Европа устала от конфликта на Украине. Сейчас есть проблемы поважнее. Действительно, после первого вопроса, что называется, вопроса вежливости Петру Порошенко, следующий был вопрос уже Меркель и Оланду о Китае, о биржах, а затем о проблеме беженцев. Все это настолько было неожиданно, что даже вынужденно вмешался Франсуа Оланд, который, по всей видимости, счел такой перевод темы неприличным. Следующий был вопрос о Владимире Путине, и Ангела Меркель вынуждена была еще раз заверить всех присутствующих. Нормандский формат никто не подрывает, и Владимиру Путину о переговорах она расскажет по телефону. Кроме того, для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ на Украине будут проведены отдельные консультации с Россией. Сегодня в Берлине громко, только что, ну, несколько минут назад, мимо нас прошла колонна антифашистов. Что касается самого ведомства федерального канцлера, то у ворот все время пока шли переговоры, шел митинг, и, надо сказать, Петра Порошенко встречали очень громко, и встречали, и провожали. Повстречали, и провожали свистом. Катерина. Спасибо, это Иван Благо и самые свежие новости о переговорах в Берлине. Продолжение следует...